Благодарение. Как бы нам так сделать, чтобы и окна были открыты, и съемка получалась, а? Поминайте, сестры, где закончили прошлое воскресенье? Это вы обычно записываете. Где Бог нас на душу положил, да? Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 стиха. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Толкование. Что ты говоришь? Похвала для тебя не в благовествовании, а в безвозмездной проповеди. Уже ли последняя лучше первого? Нет, говорит. Но благовествовать заповедано мне. Это моя обязанность. И если я исполняю ее, то нет никакого совершенства. Но если не исполняю ее, горе мне. Ибо много буду бить, как не творящий воли своего владыка. Владыки. Евангелие от Луки. Может, много буду бить ты? Как неправильно человек. Ибо много буду бить, как не творящий, простите, воли своего владыки. Проповедовать же безвозмездно дело свободного произволения. И потому дело похвальное. Слова «необходимая моя обязанность» сказаны не для отнятия свободного изволения, но для отличия от свободы брать и постравшего воздания за неисполнение долга. Комментарий, Игнатий Тихонович. Комментарий мы читали. Христос заповедовал благовествовать не только апостолу Павлу, но и всем своим ученикам. Евреям 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Неужели Христос изменился? Почему сегодня никто не говорит «благовествовать заповеданно мне» или «не тому Христу стали служить»? Пожалуйста, брат Игорь. Но я хочу сказать, что сегодня мы как раз говорили на эту тему. И я сразу бью в самый корень, хочу сказать. Чтобы там не говорили, что я ни путями о корне не хожу. 2 Тимофеев, 3 глава, 12 стих. Да и все желающие жить благочестиво в Христе Иисусе будут гонимы. А благовестие это первое благочестие, которое поставлено как талант каждому человеку Христом. Если ты не благовествуешь, ты просто неверующий человек. Вот и все. Поэтому, естественно, против благовестия такое гонение идет. Причем, в первую очередь, от твоих же соплеменников. Как это было и со Христом. К своим пришел, свои его не приняли. Приходим к своим, стоим вот в этой, около церкви Покровского собора. Уже прошло это прощенное воскресенье. Выходят семинаристы. Будущие священники, им там один год осталось. И они такими словами поносными поносят, чуть нематерными. И в морду еще. Обязательно в морду еще. Таких всех на Майдан надо, я сейчас так подумал. Они бы там пригодились. Порядок бы на Вильямаха. Конечно. Так и русские еще, и майдановцы. Это вообще конгломерат нечестия. Продолжим. Семнадцатый стих. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Толкование. Выделено жирным. И подчеркнуто. Если бы дело проповеди не было возложено на меня, а совершал я оное сам от себя, то я имел бы великую и многую награду. Если же оно возложено на меня, очевидно, я совершаю оное не сам по себе, но делаю по воле владыки. Это значит не добровольно. Посему дело это не заслуживает чести, ибо я исполняю только веренное мне служение. Примечаю следующее. Не сказал, если делаю недобровольно, то не буду иметь награды, чтобы показать, что он получит награду и запроповедь, хотя в семь случаев поступает по воле владыки. Ибо несообразно было бы с правдой, если бы все апостолы не получили награду за проповедание, только не такую, какую получит проповедующий безвозмездно. Я вопрос ставлю так. Когда считал, то окружающие его люди, это понимали или не? Дали апостолы, знали ли это? Разве мы не имеем власти, Павел говорит, иметь спутницу, сестру, жену и прочее перечисляет. Я могу жить от благовестия. Но он-то знал это, а апостолы и другие знали это или нет? Что он берет сверх нормы. А если они знали, уговаривали ли они или нет, это еще Павел. Какой, когда ходил за стадом и не ел молока, который был в стаде, в саду и не ел виноградника, на стадиши виноградника. То есть то, что сейчас говорят. Ну, обязательно были люди. Он это делал, все время себя держал в узде, или он так уже был приучен, такой был. Не то, что форисеев, он не стыдился называться форисеем. Форисеет-форисеет. А он достиг такого, и наконец-то это сделалось его качеством. Вот это, когда человек достигает этого, это сохраняет ему жизнь. Когда ворвались в дом и стали стрелять, этот полковник лежит на кровати, а он у него зять. Там они всех пристрелили. А который меньше чином, он из Альфа. Особой группы-то. Он только услышал стук в дверь, там стрельбы еще не было, он мгновенно с кровати скатился и был под кроватью. Вот этого убили, белый Сашка-то говорит. Он в окно выпрыгнул и кувырком, как их учат везде, он идет, попадает на руки и ковыркается. Они стреляют поверх, а его нет. Вот бывает одиночка, фильм стоит. Одиночка. Видел кто? Не видели? Ну, он один в спецорганах служил где-то, а там застрелили женщину в сберкассе. А на него повесили. Повесили и сказали, ну, кого-то надо, а мы тебя выведем. Там года через два у них мафия работала. Но его не вывели. Он 10 лет, кажется, отбухал. Все, вернулся когда оттуда. И теперь он начал всех разыскивать, кто поставил его, и по одному устранять. Он все способы их знал. И он их опережал. Это был профессионал. Вот они, знаете, его по телефону высчитывают. Он по телефону позвонил, они засекли, посылают туда группу. А он вышел, где позвонил, и бросил. А там бомжи в вагончике живут. Я, когда бросил один, подобрал телефон-то, они подошли, обошли вокруг с приборами, они здесь. И отзатоматом весь этот вагончик решетом, и которые были в вагончике, все убиты. Они зашли, стали искать, и у одного нашли этот телефон, а у них его нет. Он их уже обошел. И вот когда пришел в их организацию, а там запутано было много, которое на нем было, он их всех начал прямо там в воде стрелять. И в комнату, и в комнату выбегают. Они забегали стрелять, а он упал в угол, и только дверь приоткрыли, у нас сразу раз, точно в сердце, по одному их. Нет, они не могут ничего сделать. Вот Сашка этот убил, его нельзя было взять-то. И поэтому на него послали, там мне три автобуса, кажется. Ни под каким видом его живьем не брать. На его совесть около 20 российских только в Чечне погибло. Его на него все были. Ну и апостол-то Павел, я к нему отошел, как этому сказать. Он был профессионал в этом деле. Он постоянно тренировал себя. Наконец вот выработал такое у него было чувство, что я больше не могу брать. Я это не случайно, я так говорю. Это чувство мне знакомо. А людям, когда говоришь, да ладно, да брось ты, что ты уж нагоняешь на себя, они не понимают, это у него чувство. Он идет вот так вот, я говорю, а что ты так оглянулся-то? Издалека показалось, кто-то смотрит на нас. Да кто тут смотрит? У тебя никого нету. Никого не было. Прошли маленько, я обернулся назад и вижу человек между деревьями стоит по деревке. А как ты узнал? Я не могу объяснить. Вот чувствует. И вот показывает про Иосифа Сталина, его сына, Василия Сталина-то. И он, когда его там, к нему подослали убийцу, он лежит спит. Тот потихоньку, слазит на него. Вот как раз его ногами зажал его. Кто тебя послал? Ногами держит ругами. Кто заслал? Кто-то. Отвечай. Он ногами раздавнулся и переломил его. Ему ничего не могут сделать. Он один. И, наконец, он уходит. Ушел все-таки. И этого нельзя было брать. И апостол Павел был именно из таких. Он на другом, на каком-то чувстве это понимал. Эта грань ему дана. Он не требовал сатанист Петра, ни с Иоанна. И они это понимали. Он говорит, неужели мы не имеем как прочее? То есть он ссылался на верховных апостолов. Это чувство им было незнакомо, которое ему было знакомо. Или что? Это вопрос глубокий-глубокий такой. И его не разрешить, если ты его не пережил. Он все время был насторожен. Как бы не перейти тут грань, где дается высшая награда. Ну, если я это делаю, не по принуждению, неохотно, он говорит, то получаю веренное мне. Ну, за веренное тоже он получит. Положено веренное ему наколоть 100 кубометров дров. Он наколол их. Он решил, что 150 наколю. Он не может установить себя на 100. И Павел такой, или другие не понимали это. Он понимал, хотел быть как они? Не хотел. Это определенно говорится. Пусть в случае кто-то одними, то и другое одними. Как это в жизни? Были ли у него последователи такие, которые брали по высочайшей шкале благовествуя безмездно? И плюс к тому, в этом безмездно, в этой безмездности он проходил до Испании, до Великобритании, где он только не был. Как Златоуст говорит, обретал на крыльях Духа Святого всю Вселенную. Почему другие так не? И Петр дошел и застрял в Риме. И Иоанн там дошел до Иерусалима. И в Иерусалиме просидел сколько до самого взятия, пока в Пенуэл не ушли. Меня интересует именно это положение Павла. Знали они его, кто с ними или нет? Апостолы. А люди-то упрекали. А он не видел Господа. Говорят, я ли не видел Господа? И постоянно. У меня нет никакого... У них нет преимущества передо мной. Я более всех потрудился перед апостолами. Он постоянно это подчеркивал. Но это ладно, потрудился. Другое дело, когда он сам себя держал такой и сводил, трудился руками. Мы не видим, что Иоанн трудился. Потому что трудящийся достойный пропитания. Он как будто бы ничего не знает. Мало что я. Я буду работать. Буду держать баранов. Батюшка-то у нас получает деньги-то. Там десятина. А он ничем не пользуется. У него свои бараны. Матушка там где-то сдает что-то. Он везде то кифтихию там поехал. Где-то на пожар. Нам больше всех он помогает всегда. То есть он за эту грань он ничем не пользуется. Это я говорю не потому, что это брата. Я бы не машину. Дальше умудряются некоторые из наших брать и сестер говорить о том, а вот куда он использует. Крыша перекрыта. Начните только один год в прошлом году. Перекрытая крыша. А нужно давать на церковь, а не священнику. Ну да, на церковь. На церковь-то. Слово куда на церковь-то? В первую очередь там дьяконы эти делили. Делили. Сколько процентов? Это проценковка была. Дьяконы получают 60% от тресвитера. Это норма установлена. Церковные правила-то. И далее. На какие расходы? У батюшка он не дает нигде отчета. Его все на глазах видно. И у него свой доход. Около 100 баранов. У него табун целый. Тогда-то он держал двух лошадей. У него все-таки там не было. И коровы. А матушка-то в огороде. Она сотрудничает, наверное, по сегодняшний день с научным институтом этом отделом аграрного университета. Ну, я хотел бы как бы в Торе как бы вопросы может быть ответ будет какой-то. Я хочу сказать, что у нас неправильное отношение вообще к фарисеям сложилось. Ну, ввиду того, что как бы они сами виноваты. Но в то же время этот институт фарисейства сложился-то. Он же не просто так сложился. Но апостол Павел он был как раз в этом религиозно-политическом будем говорить движении участник. И причем не рядовое, как оказалось, участник. И у него дерзновение было ко Господу вот это называется ревность по Бозе. Просто необыкновенная. И у других-то мы таких не видим. Только новое течение возникло. Очень серьезное течение. Он на другие-то не смотрел. Другие там Фезда там потом Иуда египтянин. Он на них не смотрит. Они там проходят, уходят и, как говорится, в песок как сквозь пальцы. А он дальше смотрит. Вот эта секта. Вот он Назовенина Иисуса. Очень сильная секта. Он вычисляет ее. Почему? Духовное образование. Он фарисей сын фарисея. Ему многое было вот здесь дано открыто. Если бы он остался холодным или теплым, но он был очень горяч вот в этом своем стремлении оказать милость к народу Божьему. Как представитель вот этого религиозно-политического течения. Как человек, который не просто этим увлекался, а он себя считал, что, как говорится, с молоком матери он впитал все эти религиозные чувства. Правильные религиозные чувства. Тогда же это была церковь Ветхозаветная, которая относилась к Господу Богу нашему. И вот эти чувства, он, по-моему, даже будем говорить, но Гамалиева мы еще знаем с положительной стороны и апостол Павел из фарисеев. А остальные все фарисеи как бы подпали вот под эту пословицу или как ее сказать, когда сказали, теперь говорят, ну, вы фарисейничаете. А когда начинаем смотреть, апостол Павел обращается братья и отцы и обращается к фарисеям, за чайни воскресения мертвых меня здесь судят. И они как восстали все сразу. И так приятно это слышать. Так они ветхозаветные, там как все до донышка. Ну, зато они восстали и не дали дальше судилищу этому развиться. Что бы там было, мы не знаем, но они поступили правильно. И вот из этой среды был выписан апостол Павел. Я думаю, что это талант. Просто, ну, бывают такие люди, и это был тринадцатый апостол или первый апостол, кому как нравится называть им. Но это, несомненно, сыграло свою роль вот в том, о чем мы сейчас говорим. Хочу сказать, что самое сильное поражение иудеев было вот в этой войне, которая перед этим была, 70 лет вавилонского пленения. Он продолжался в 72, говорят. И вот оттуда они вынесли синагогу и фарисейство. Фарисей имела самый положительный результат для развития духовной жизни в Израиле. Они поставили задачу восстановить все по всем канонам. Это вот наша община. Это чисто в том укладе, который вышел из того пленения. Вот до этого мы заходили батюшка, там, отец Геннадий, фас, мы заходили в храм Покровский, смотрели, народ туда-сюда. Я простоял около часа в Киевском соборе стопистском и за что 700 человек зашло и 700 вышло за час. Я говорю, а почему трамвайные пути не завели сюда-то? Были такие, которые на коне прям въезжали в храм. И мы думали, как это все сделать, ну как вот по правде поступать, не считать ничто мелочью. В деле спасения мелочи нет. Невозможно никак. Только закрывать храм. Единственный первый шаг это закрыть и начинать во дворе учить. И потом покаявшись и начинать по одному запускать, который под подписку будет официально, как у нас была. И у нас сейчас приходят новые люди, приезжают корреспонденты. Ну кого не было, там Эльвира приехала, там профессор она, у Говорухина она была помощница. А нам разницы никакой нету, кто она. Ее уже на подходе уже одели. Вот она была, Сохарева, Наташа, секретарь городского отдела милиции, Морозова, тоже Саша. Она вся где-то фотографии в милицистском журнале охрана ее не узнаешь в 2003 год, что она не нашли. Нам не надо говорить, пришла Сохарева, а ее у Нагаева, там Мария уже обихаживает, уже одевает ее, пристегивает, и та довольна, улыбается, ой, как я выгляжу красиво. Ну как лохудра стоишь или вот такая вот красота. У нас были какие-то представители библейского община, сибирского, Булатов был, Алексей Владимирович, закон на наших женщин, она ни одной не была, там молодой, а вот эти вот были только, костяк. Не, ну они молодоживые. Ой, какие у вас женщины красивые. Действительно красивые, они по-другому выглядят. И вот это все, и фолисеи вынесли из евреевского, из маилонского пленения. И вот эта синагога, она у нас, тут синагога, это училище. Это не храм, храма нет, они дали замену, только что жертвоприношения там не было. Как люди искали общение в синагоге? Считалось высшее уже достижение, если человек к синагогу построит, ходатайствует за капитана заодно, он нам синагогу построил, он достоин того, чтобы... И вот фолисеи это означало, а когда стали наружу только делать, а внутри этого не делать, вот это выразилось в это, это очень быстро. Они для людей показывали, я такой бедный, смотри, у меня картошечка нагнилая эта, а дома тогда лопают, что я мимо еду и в окно увидал, что он ест. Я позвонил, а он пока открывал мне бабку, послал открывать, не сам, я захожу, на столе чисто, ничего нету. У него второй там встал, он оттуда со стола скорее всего спрятал и еще нету. А что бы сказать, да, действительно, у меня все это есть, икра, я вижу, павесная там рыба, ну, мед там всякий, а я, у меня ничего нет, я студент, он бы сказал, садись, брат, дорогой, не тут-то было, вот это и, вот это Господь осудил. Для виду-то вот так, а надо действительно жить так, как тебя видят. Помашь голову, умою лицо, выйди сияющий, чтобы знали, что на душе у тебя праздник, внутренне проявляется через внешнее. Так что, я фарисей. В самом высоком смысле выхода из пленения. У меня на пока ничего нигде не было, никогда, я этого не знал и презирал, да и, ну, тем более, живем не один день. Как вот этому брату один человек говорил, ну, подожди, вот ты, иначе смотришь, что-то еще покажет себя. Он живет у меня на квартире бесплатно, год, я с него ничего не беру. Живет пять лет, а тот говорит, подожди, он тебя покажет. Он тебя пустил на квартиру, какую-то имеют выгоду. Наконец, десять лет он живет на квартире, не платит. Тринадцать лет, и он говорит, да когда ждать? Он уже составился, за семьдесят лет уже скоро помрет. Ждать нечего? То есть, пытаются здесь, а я и не знал про этот их разговор. И не подыгрывал, не старался хорошим показать. Он нуждается, и мне с ним хорошо. Больше ничего в этом нет. Говоря о синагоге, о фарисеях, все время надо помнить, перед этим было страшное испытание. Вот оттуда мы даже это вынесли. Если этого не было, у Павла это было. Внутреннее терзание. Там ли я, туда ли пришел? Семь ли я иду? Все. Ну то есть, то есть, это Игнарк Тихонович, все-таки тоже вы считаете, что фарисейство вот это, оно положительно повлияло на... В самом положительном. Как бы ни фарисейство, Христос пришел бы на пустое место. Ничего не было. Откуда Никодим пришел? Некто из фарисеев, Никодим. А кто такой, который у апостола Павла многое молил? Это фарисеев, это фарисеевская школа. Они решили возобновить заново, все было разрушено. Ни храма, ничего нет. И благодаря фарисеям сохранился закон, сохранилось его исполнение, но они включили в то такую мелочь, как Тмина, Аниса, и с него десятину. Они правы. Если Десятина не оговорилась, то написано со всякого дохода. А почему с Тмина не отдать, а с морковки отдать? Они так и поставили. Но Господь говорит, главное забыли милость, забыли милость. Закон оставили, закон Божий, милосердие, любовь. Он живет, так и зашел, я не такой, как прочие дальше. Вот Господь это и осудил. Да он не такой, ты его, может быть, до этого довел. У него выхода никакого нет. Свою среду никого не принимаете. А у него лишь бы доход был, прокормить жену. И он поэтому и стал предателем своего народа. Тут надо смотреть всегда намного глубже, дальше написанного, зная историю и чем это закончится. И саддукеев никогда этого не было. Фарисейство это православие. А саддукеевство это все остальное. Протестантизм, сектантство, вот все, динаминация. Нет такого слова. Нет динаминации, есть ересь. Когда говорят другой динаминации, это означает ереси. Запомните это. Нету, есть церковь и есть ереси. Другого названия нету. Динаминации. Что это за слово-то? Демону подчиняйтесь или чего? Так и говори. Демониация и все. А вот то, что Христос сказал, бойтесь закваски фарисейской, саддукеевской. Это как раз вот глубина, да, уже? Это лицемерие, когда они на показ сделали. А на самом деле они не были такими. Они показывали себя перед народом. Вы показываете себя, Господь говорит, гробы окрашенные, такие снаружи, такие красивые, до одной волосинки на бороде. А как мне внутри-то? Сколько злобы было. Поднялись на царя царей, на господа господствующих, на пророка всех пророков и убили его. Он знал их. А гробницы строят. Вот я бы жил тогда, о, я бы никогда не тронул. Почему Пушкина никто не защитил на Черной речке? Почему не принял никто на себя Павла вместо Достоевского? Нихого рядом не было. Вся Россия замерла где-то. Я понимаю, когда убили Распутина, народ был отравлен пропагандой. Люди катались, люди праздновали. Елисавета святая, которая канонизирована, родная сестра столицы Александровна, она в поздравительный телеграмм слала. Наконец-то убили его. Какая кровожадная была женщина. Она мертвого даже не пожалела, ничего, поздравляла наконец-то. Она не знала, что ей придется разделять участь ту же самую. Еще там в Алапаевске что скользкость все закончат жизнь. А она слепая была, она не видела этого. Но она приняла православие. У нее много хорошего было. Церковь ее присисла к лику святых. Мы не опровергаем. Но из истории не надо выбрасывать из чего. Канонизировать Николая Японского. Почему все годы умалчали? Какую он дал характеристику вере в России? Когда пленные попали в Японию, он им занимался-то. На 150 человек ни одного Евангелия нет. Иконками только снабжали и все. И никто не знает Евангелия. Он в ужас пришел. Прибыла совершенно языческая масса. 5000 никого не может найти. От нас многое скрывает в биографиях, что царь Константин до самой смерти был язычником. В биографии не пишут. И перед смертью принял крещение юритика-епископа. Он не был православным, а его равноапостольным. Этого нет равноапостольного. Он еретик, он язычник. Почему не говорят нам? А мы узнав это даже засвидетельствовать. Да, это так. Я вот иногда спрашиваю, Савву, почему послание Павла не Савву? Продолжна перемена? Так. Ну а почему тогда князь Владимир крестился, он имя Василия получил? Почему везде равноапостольный Владимир и храм все сведущики строят? Почему не во имя Василия? Мне ни один не может ответить. Да потому что ничего у него не переменилось. Он Владимиром остался. Ну было 2000 жен. У Соломона 1000, а у него 2000. В каждом селе везде его ждала подруга жизни. Так разве это все? У него и сыновья. Глеб и Борис. А они-то были крещены-то. Давид и Роман. Какие Глеб Борис-то? Откуда они Глеб Борис-то? Сколько Глебов-то? Отец Глеб. Это в часть язычников названы. А Глебов канонизированных нету. И все нормально считается. А языки никто не канонизирует. Павского никто не канонизирует. Хвольсона никто не канонизирует. Самые заслуженные люди за историю мировую. Я, конечно, по неволе думаю, что-то не так. Не сказать бы больше. На это хотелось бы добавить еще, чтобы нам-то тоже лицемерами не стать. Мы-то не должны на поводу сейчас политической пропаганды идти в нашей стране. И надо категорически отказаться от войны и вообще от этих мыслей. И включить в молитву конкретно, чтобы Россия не воевала. Говорить прям, просить Бога, чтобы отженил Господь мысли у наших правителей о войне. Отгони. А то подумаешь, что женить нас на войне. Отженить. Ну да, так так. Не говори по-славянски. Люди поняли. Смотри, у вас бородой-то. Вот этот-то говорит еврей-то горбоносый-то. Он к войне призывал. Сказал, женить прям на ней и надо на войне. Отженить. Отженить, вообще-то я сказал. Отженить. Отженить. Вот женить и поженить одинаково подумают. Ясно. Фарисов. А мне можно тоже вот к вашему вопросу о чувствах апостолов. Имели ли они вот такое чувство апостолы, как в Павле? Либо они его считали выскочкой. Вот он же говорит, я больше всех вас потрудился. И он их там укорял, что вот он ел там. Одного укорил. Да. Как вот... Ну ты сегодня вопрос задаешь, или ты его выстрадал? Что? Ты его выстрадал, этот вопрос, или просто по ходу того, что я сказал, теперь продолжаешь? По ходу, я не выстрадал. А я это выстрадал. И я говорю, что они его не понимали. И он тогда говорит, а для меня, говорит, ничего не значит, какой он человек высокий. Я был у Петра, у Иоанна был, гостил, и они на меня ничего не возложили, но подали руку общения. Ну, а куда денешься, ладно уж. Что, я пропаду язычникам. Он предложил, не напрасно ли. И он их обвинял в лицемерии фарисейстей. Да и Петра, и Петр, и в лицемерии фарисейстей. Он был в Арнава. Для него авторитетов не было. Вот почему он для меня ближе всех. Геремея Павел. Он отстоял нам эту свободу во Христе. Ни перед кем не горбаться. Будь духовно рабом перед Богом. Перед мирскими не будь. Так вот он сказал, есть Павел, вершина. Подражайте мне. Ни Петр не сказал, а то не подражайте. Видимо, каждый чувствовал, нельзя до конца подражать. Петр, Иоанн, Варфоломи, тот вообще Иуда, Яков писал. Никто не говорил. Единственный человек. Но потом второй раз говорит и тем, в ком видите этот образ. Вот Павел это взял. Во-первых, у него был навык так жить. Жить на сто процентов. Гореть. Неумеренной ревности моей горят. То есть вырисорьем истребил, и добыл документы, получил визу и поехал истреблять дальше. В Дамаск. Вот, это ревность его. Неумеренная ревность, говорит, ревнитель закона был. По правде законы не порочны. А не порочны, это все, и десятину платил, и все по закону делал, и требовал других. Это и Миквой, наверное, задушил всех. Но я бы еще хотел добавить сюда то, что о фарисеях мы рассказали, понятно. А вот, что объединяло апостолов? Вот как нас в христианстве, в церкви объединяет тело Господне, то есть сам Господь Иисус Христос, своим учением, словом своим, и вообще телом своим объединяет, так точно их тогда, апостолов, объединяло Слово Божие. И причем, не просто Слово Божие, а с пророчеством связанное, с Мессией. И каждого, кого касается, ну, и Евангелие, о ком говорит, об апостолах, ну, все, они, видно, что они страдали за это. Ну, то есть, внутри себя, они переживали за это. И даже братья Андрея, и Петра, как братья, и Филиппа, и Варфоломея, как друзей, и так далее, там дальше мытари идут, и Зелот, кинжачий этот, патриот, Израиля тогдашнего. То есть, все они знали о Мессии, все, до конца. Это их объединяло. И, наверное, даже, они как, даже можно это качественно определить, потому что другие были люди, как бы они ученики были Христовы, ходили за Христом, и много ходили, и чудеса видели. Но, когда пришло время, спросить их, они отвернулись от Христа, когда он начал говорить им великие тайны, о теле своем, о крови, о плоти своей, о крови. Это шестая глава Евангелия Теана. А двенадцать учеников остались. И апостол Петр за всех, за всех говорит, а куда нам идти? Он говорит о них, о двенадцати. Ибо у тебя глаголы вечной жизни. И сюда же попадает Иуда, и он тоже был с ними. тогда еще был душой, видать, и сердцем не отошел. То есть, Слово Божие, как оно важно для нас. Ну вот мы сейчас его исследуем. К этому и пришли, к пониманию. Восемнадцатый стих. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя Христе, безместно, не пользуясь моей властью, благовествований, толкования. То есть, для меня большая и достохвальная награда в том, чтобы не пользоваться мне властью брать, не пользоваться совершенно. Ибо слово пользуясь, которое в иных случаях означает злоупотребление, употребил здесь значение пользования вообще. Взимание везде называет властью, чтобы показать, что и те, которые брали, нисколько не погрешали. Сказал, в благовествовании, чтобы показать, что жирно выделено, кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Комментарий Игнатия Тихоновича на эти слова. Согласно этих слов толкования, блаженного фифилакта, сегодняшние священнослужители, не проповедующие Слово Божие, обречены на голодную смерть. Кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Продолжим. Девятнадцатый стих. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Толкование. Говорит еще больше. «Я не только не брал, хотя имел власть, но и будучи свободен, не будучи никому подчинен, без постороннего побуждения, сам поработил себя всем, ни одному и ни двум, но вселенной, не для того, чтобы угождать всем лестью, но чтобы больше приобрести верующих. Ибо приобрести всех невозможно». Ну, я хотел бы сказать, что вот это для нас как раз очень понятно, как приобрести верующих. И особенно это проявляется в мирное время, не тогда, когда гонение. Хотя вот мне, я не был когда еще верующим до конца, всегда было понятно, что когда гонение, тогда вера, она прям сияет и так далее. А вот когда мирное время, оказалось, в мирное время-то больше сияния. В мирное время тяжелее обрести истинную веру. Не разжиреть, не уйти по совсем другому направлению, по широкой дороге, которая отверста. И там столько демонов, которые заманивают тебя. И они нас заманивают интересно, не так, что они там показывают тебе рога. Нет, они строят такие, тебе, как говорится, православные храмы с куполами золотыми. А ведь еще люди когда говорили, это я слышал, маленький был, а говорили, да, вот сейчас нельзя молиться, бабушки какие-то. А вот придет время, и столько золотых куполов будет в каждом городе, а ходить туда нельзя будет молиться, там будет антихрист. Я еще маленький думал, о каких золотых куполах они говорят. А потом история началась, и начали говорить о Киеве. 40-40 в Киеве. И что когда татары подошли, и Киев как огнем горит, одни церкви вокруг, все золотом сияет. И татары подумали, что все это толны золота. А там оказалось, русские хитрецы выковали тоненькие-тоненькие листы золота, микрон. И когда все собрали, ничего там не оказалось. Зря только пережгли столько всего. Вот от незнания-то мы делаем много ненужных вещей. Особенно, когда золотим купола. А золотить-то надо душу свою. Духовным Словом Божественным Иисуса Христа. Двадцатый стих. Девятнадцатый, простите. Ибо будущее свободен от всех... Что ты читал? А, я читал. Двадцатый. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Толкование. Например, когда обрезал Тимофей Одеянием 6.13 не сказал иудей, но как иудей, чтобы показать, что дело это было с особенной целью. Можно сказать, что Игнативович рассказывает об этом. Я могу сказать, что у нас-то сейчас почти то же самое получается. Для православных мы как православные, чтобы приобрести православных. Хотя бы православных. Хотя бы православных. Но ну а как их назвать православными? Вот у меня мама приехала, вот она православная. Вот и там, вот кого выпистывали они. Вот и ходит там дочка ее, сестра моя, тоже православная. Ты попробуй сказать, что она не православная. Она тебе знаешь, вылепит. Горб такой будет у тебя. И так далее. Они все такие православные. Батюшка говорил кропой и говорит, ну хотя бы не отвечайте злом на зло. Ну когда вам что-то сказали, ну хоть не оговаривайте сразу. Ну повремените немножко. Невозможно. Попробуйте поговорить с православными. Пойдите там около церкви. Начните. Нет, есть бабушки кропкие. Ничего не скажу. Они просто, я так понял потом, они не кропкие, они что, не соображающие просто. Они сначала тебя принимают за чистую монету. Ты с бородой вроде все и как свой. Но только найдется одна овца в этом паршивом стаде и все стадо становится паршивым. Сразу же. Только одна крикнет, ты кого берешь, это еретик? Или, ты что рядом с еретиком стоишь? Бабка как отпрыгнет? О, еретик стоит, оказывается. То я только что был чуть не святой с ним, а мужа еретик. Ничего не сделал. Евангелие. Визиточку подаешь, объясняешь все. Молодец, просто герой. Расцеловать готовый уже. Только одна тебя знает почему-то, непонятно откуда она знает или общее название. Или еще крикнет Лапкинец, Лапкинец, а та ничего не понимает. Лапкинец? Ну, ты ничего не знаешь. Нет, тогда Раскольник. А, Раскольник это мы знаем. Лапкинец не все. Я в Новосибирске был. Вышли из храма. Народ собрался, слушает. Я как сейчас помню, какая-то узенькая, жердочка такая, как ограда. Мы сели. И монашки рядом, тут одна такая рядом, прямо возле меня, до того езда такая остренькая. Адагин подошел, кто не знает, да кого вы слушаете, да же еретик. Она от меня вот так вот, как сорока, вот так вот, так интересно, руками оперлась, и вот так запрыгала и в сторону. И тут же кто-то подошел, да какой же еретик-то? Он же сейчас с отцом Александром Пивоваровым был, да я знаю. Они три брата на священнику учат. Так не еретик, она, я говорю, сколько, сколько, сколько. Я ко мне рядом. Ну, до чего же простой-то народ. Как-то женщина пришла, крестьясь и возникает, и данку дуров, как лето на костер, птичев, о гуси пишет. А я не гуси. И главное, как она скок, 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 вот так до того мне запомнилось. и сколько раз такое было. Я недалеко от храма, от Кремля, я благодетствовал на улице, народ вышел, прям сразу собрались люди. Одна подошла, ну, лет 35. Видно, печальная такая, долго ставила, слушала. Вы молитесь? Я говорю, конечно. Она вытащила, не знаю, сколько рублей, мне в Евангелие положила, помолись, чтобы Хрущев подох скорее. Духового киллера нашли. Да как же ты слушал? Я разве к этому призываю? Я даже представляю, вот мы едем по Украине, через Украину, нас задержали. Ну, водят автоматчики, автоматчики, собаку, очередь дали, собаки нету. Начинают оббирать, и то другое. Евровоз, хорошо поживут. Я все это обдумываю, как сказать, успеть сказать что-то, помолиться. Поживиться. Ну, а там банды гуляют, банды просто гуляют. Да, конечно. Ну, за два месяца может маленько изменится. Да нет, еще хуже будет. Там выборы еще хуже будет. Там хуже сейчас выборы, референдум. Но, но, а Бог, а как же Бог? А Бог, вот это не считай, как проще, ты так скажешь, ухватывай момент и быстренько вводи туда слово Божие. 21 стих. Вы в Чечне были? Два раза. Ну. Спали в Чечне, спали. Что теперь Украина? А тут свои, с бородами, что там говорить. Мы скажем православное. А вы за то, что Крым отделен был, мы вообще не участвуем. Не участвуем. Мы молимся. Я каждый день поминаю Юлию Тимошенко, я понимаю Арсения, Виктора, который был, чтобы всех наставил, Господи, чтобы не было кровожадности. Мы, все-таки там-то, в общем-то, считается православная страна. Но там все ереси, какие есть в стране, все туда собрались. Я думаю, Господь показывает им, задуматься. Интересно, вот я думал тогда, почему на Украине вот этот Авенанджата этот собрался, пляшущий из Библии, это возрождение. Ну почему в Киеве сначала самая большая община 10 тысяч, я думаю, 10 тысяч община. И показывают такой шатер посреди Киева, потом, да не 10, а 25. 25! А теперь, говорят, уже 100 тысяч у него. Ну они уже разделились, и невозможно в одном месте уже собираться. Это негр, чумазый прям негр. И его слушают. Сидят молодые девчонки, парни, и прям их завались. А теперь на Майдане шагают девчонки, парни. И всех туда привезли на Майдан, вот эти, которые еретики. Все такие националисты. И теперь говорят, этот Авенандж, он первый еретик там у них, который поставляет вот этих вот как раз пушечное мясо молодежи. Там же одна молодежь. Вы посмотрите, кто? В маске? У кого? Кто в каске одевает? Не старики. И сразу возникают библейские строки. И восстанут дети на родителей, и умертвят их. Дети восстают. И кто там попался теперь уже, все пошли. Они-то дубинками умеют пить. Стоят, колотят, показывают, что тренируются, как ударить правильно дубинкой. Я считал, что привезли их туда из молитвенных домов, прямо кучи привозили, но они стояли до бутылок. Вот это я слышал, это считал. Их привезли, создать это многолюдство, что люди митинствуют, против. Ну, представь, молодежь, вы видите, что молодежь? А когда бутылками-то кидали, тут про это я не считал, могли ли они это делать, или нет, не знаю. Тут другое уже, да. Да, могли другие тут уже специально учили, они в Эстонии учились, в Польше говорят. Мы ничего не знаем, мы просто молимся. А вы понимаете, сейчас вот в Крыму татары, татары-то, заявляют о своей автономии. Внутри, в Крыму. И говорят, мы хотим к Турции присоединиться. Ну да. Здорово. А монахи проспали, эти турки, эти сказать, татары крымские, это все были бы православные, учили, они такие восприимчивые. У нас в армии служили татары. Я не знаю, почему мы к ним так относились. А мне ребята эти нравились. Больше всех нравились прибалты. Какие они работяги, спокойные, все рослые такие. Побуду нынче там, если Бог даст. Да, прибалты. На то место зайду, где обратился. На то, что ловился, склонился, где был. Поеду в библиотеку, хочу весь комплект подарить венспосты. И вот хотел я вопрос в связи с этим задать. Ну, уже как бы о эритиках поговорили. А ведь Киев-то мать городов русских. И ведь где-то там рядом с Киевом начали пещеры-то эти копать. Не должно-то быть, распространится вера христианская, а распространилась какая-то, ну, зараза из зараз нечестивых в душах людей. Кровь, кровожадность необыкновенная. Такое впечатление, как будто принесли не веру Христа чистую, сияющую, а только кровь. Вот о крови давайте. Вот убить кого-то, напугать. Откуда? И главное, это Тимошенко, вот Юля, вроде женщина. Ну, высказывайте все. Ни одного сантиметра не отдам. Буду биться до конца, только меня выберите. А сама на коляске. Ну, а зачем тебе тогда такое надо? Ну, сама на коляске. Вот. Кто воспитал все это? Ладно, считай, Сережа. Николай, выиграйся. Вопрос или как-то, я не знаю, реплика. В тему, не в тему. Ну, наверное, в тему. То есть, ну, вот мы вот, вот сейчас вот брат, ну, кто этого призывал там, молиться, чтобы не было войны, там, и прочее, и прочее. Но есть такие слова. Проклят всякий, кто удерживает меч Господень подмещение. Правильно? Правильно. Пусть еще скверный сквернится. То есть, вы понимаете, у нас сейчас, вот, меня просто удивляло, вот когда вот это развивалось, там, майдауны всякие выходили, там, и прочее. То есть, почему не было крестных ходов? Вообще не было. Вы, вышли там, три папа какие-то вначале, махали кадилом, мартинаж пропели их, смели, затоптали и нету. Почему? Вот этого нету. Потому что Украина сплошь поражена униавством. Там, ну, православие, там, может быть и есть. Я думаю, что есть. Не может быть без этого. Ну, есть. В основном, это сектанство. В основном, баптизм, католицизм и прочее, прочее. А эти все у них, как говорится, деноминации, называется, демонизация. Вот это, это действительно так. Но, мы вот этим вот, не кажется ли вам, братья, что мы вот этим, что, вот закатывать, как говорится, крестные ходы, молебны, о мире там и прочее. Но мы удерживаем меч Господень. Пытаемся удержать. У Бога нету расписания. Так, в пять часов, сейчас будут молиться, с крестным ходом пойдут. Все. Ну, каждый мужчина, в любом месте, раздевая руки, может, и женщина, может молиться Богу. Правильно? Может. Мы пытаемся, как бы, ну, все умиротворить. А когда это было? Вспомните, возьмем историю человечества, да? Войны. Но мы не берем человечество, потому что это безбожное понятие. Ну, теперь возьмем христианство. То же самое возьмите, начиная, там, с девятого, десятого века, как пошли крестоносцы, чаши грали искать, чего только не искали. И все там почему-то, в земле обетованы, все в Израиль лезли там. И вот в итоге, против себя и настроили, вот этим. То есть, сейчас, ну, к примеру, вот по моему, почему говорят, вернее, в Писании сказано, что, а сидящая дома делит добычу. То есть, это та, которая не участвует. Вот, вот в этой грызе, вот две собаки дерутся, третья попробует. Они сначала мерзывают, а потом ее могут задрать, и все, и только шесть, у меня по городу шерсти пропасть. Сейчас весна, собаки-майцы дерутся. Вот в чем дело-то. Вы понимаете? А мы пытаемся вот это, меч Господень удержать. Возможно. Молиться это не грех. В любом случае. Но когда, действительно, человек принимает участие в каких-то там антивоенных, там, митингах, и прочее, мы молитвенно участвуем. Вот в чем дело-то. И второе у меня, как бы, ну, может я что-то недопонял, или еще не вспомнил. Вот, к примеру, возьмем израильский народ, да? У них сначала была скиния, там скрыжали завета, в ящике скиния, все, потом построили храм, это понятно, там святая святых, там скрыжали завета. Там что-то у них лежит, никто не видел. Ну, ковчег завета, да. Это ковчег, это ящик, а там уже было в нем, ну, все понятно. Вот. что-то там есть, никто не видел. Ладно, пришли, развалили, утащили, евреев увели, строить надо второй храм. Построили храм, но уже скрыжали-то не было. От ковчега, ну, возможно, нашли камень какой-то там, может быть, сделали из этого святая святых, чтобы было где приносить жертву. Вы понимаете? Мне кажется так, может я не понимаю, чего-то. Но в православии то же самое случилось, вы понимаете? Вот сейчас вот у батюшки заберите антимис, сможет он служить? Нет. Литургия уже не может, жертву не может служить. Да церковь Христова духом святым наполнена. Дух засвидетельствовал в церкви Христовой. Нам не нужен ни антимис, никто, ни здание нам не нужен. У нас Христос, и мы тело Христова. Он наш первосвященник по чину Менхрицедека. Правильно? Правильно. Он выше любого Аарона и прочее. Он выше. Он сам служит службу вместе с нами. Весь место священника, представьте, это должен стоять кто? Христос. И мы должны служить. У нас поручей нету. Нельзя служить. Там полотенца нету. Нельзя служить там. Чего-то мелочи какой-то. Вот оно где фарисейство-то. Вы понимаете, вот к прежней теме, что оно всю церковь наполнило и пронизало. Было ли это у первых апостолов? Наверняка не было. А в чем пришел в том апостол Павел и молится? Ну, Павел, у тебя речь такая, ты не заикаешься. Давай, сегодня ты вот помолись, а мы тебя поддержим мысленно. Я думаю, так и было. К примеру сказать. Здесь же нет. Обязательно какие-то условия, условия, условия. Напоминает эти, какие-то мантры у этих, у буддистов, накручивает эти свои колеса. И чем больше раз ты крутнешь, тем, значит, к будни больше молитв войдет. Вот. У меня вот такое, что его действительно сейчас преодолеть, вот это все фарисейство, которое наполнено, церковь православная, то есть, вера должна быть действительно живая. Правильно? Почему мы так и думаем, сейчас мы придем, там, в деревню, там, красной лапой, совхоз 25 лет без урожая, все падут вниз, пришли апостолы, Библию дали, ой, все, я сейчас, все, в церковь, давайте там, я свой дом отдам. Ничего подобного, никогда такого не было. спрятались там, где-то в катакоммах, вон, посмотрите, там, НГО что показывает, всю жизнь в пещерах христиане прятались, и никогда мир, вся земля христианской не будет, никогда, это уже однозначно, потому что, если придет Антихрист, а он придет из кого? Ясно, не из верующих людей, а может быть, и из православных, ну, оборотень какой-то, вот и все, поэтому, а мы обольщаемся, что мы сейчас вот приехали туда, и все, и все, там, Аргентина, и Личили, и все, у Павланицы, и все из католиков, да у католиков столько денег, вот это, вот это, даже каплей-то не назовешь, это слезы какие-то, роса, которая раз и испарилась, и нету, в таком море, вот этого безбожия, которое творится, поэтому отчаиваться, мы вот, как так, вот мы никак не можем, да возможно у нас и вера-то, мы даже горы не можем переставить, дело все в том, что всегда, если ты действуешь по слову Божьему, до конца, ты будешь всегда гонимым, взять этого, я считаю, как называют, спальния несчастной, так, несчастный Григорий Распутин, потому что больше оболганной личности у нас нету, единственный мужик с сиволапой, как его называли, сказал царю, не лезь ты в эту войну, да еще с родственниками со своими, уже говорит, погибну я, погибнет ты, семья твоя погибнет, детей любишь, дети погибнут, все погибнут, один единственный был, и никто рядом, умные были, все они видели, кто это такой, да что ты с этим мужиком, якшаешься, да он такой, секой, секой, и ни один не сказал царю, когда он затеял с Вильгельмом, с дядей своим родным, войну эту, сейчас-то война будет, это непонятность, 28-я года на киселе, ну тогда, ну дядя родной, ну договорись ты с дядей, 5 миллионов русских положил Николай II, святой, отлично все, мы говорим о молитве, вот Григорий Распутин, показывает, как он там колдовал, поэтому там входит, сворачивалась, говорит, сказали только, что такое, Алешенька, говорит, ударился, и кровь у него течет, и говорит, это, там кто-то забежал к нему, слышит, а он молится, на коленях стоит, перед иконами лампаду затеплил, и на коленях молится, что он останавливал кровь эту, меч Господень какой-то, или что, ну молится человек, молитва, просительная, да будет воля твоя Господи, я просто попросил, благодарственная, тут уж деваться некуда, Господь помог, или не помог, ну то есть, ясно, что ответ был, и третье, словословие, просто сердце твое радуется, как дитё, Господь говорит, будьте как дети, ну хоть раз, помолитесь меня, так, чтобы, ну, чтобы я знал, что вы со мной, вот это вот, я понимаю, что как вот, он с Адамом разговаривал, Господь ходил в раю, это, наверное, лучшие времена, Господа, были, всё остальное, одна потом уже началась бяка, вот, и чё мы тут удерживаем, чё мы удерживаем-то, кто я, что ли, сиволапый, чё я удержу-то, я даже, как бы, кто я такой-то, прах и пепел, намного попросил Господа, а Господь человеколюбивый, вот здесь-то всё и начинается, милость, говорит, оставили, вот я по милости просто прошу, Господи, ну не хочу я войны, вот и Григорий Распутин такой же был, он мне понятен, он мне вот именно сейчас ещё понятен, Григорий Распутин, когда он это всё видел, пророчески определял, что Россию ждёт страшная катастрофа, и не почему-либо, а потому что, любимый его папа, он называл так царя, сам всех сведёт в могилу. Дело в том, что мы-то, когда молимся, мы и в молитве должны проявить растудительность, и когда мы молимся, то мы говорим, Господи, удержи этот меч ещё, но да будет воля Твоя святая, ибо да не подчится моя худая бедствующая рука, удержать Твою укорающую десницу. Вот такая молитва должна наша быть. Аминь. Да и аминь. Только не просто вот убери, всё, не хочу, я не хочу, не хочу. Дыркать ногами-то никто не будет из нас, потому что мы знаем, что воля Господня, она превыше всего. И мы подчиняемся этой воле. Да будет воля Твоя святая, этими словами мы всякую молитву должны заканчивать. Любую просительную нашу молитву. Тут ещё надо вот что смотреть. Когда Бог перечисляет казни, которыми желает вразумить людей, то перечисляет болезни, чума, почищу и война. Почему-то против того, что впереди болезни. Ну и кто же говорит, Господи, пусть никто в городе не болеет, так же не болится. А вот война пришла, а она через запятую и идёт-то. Через запятую. Но война это уже не главное. Святые отвечают, не главное наказание. Главное наказание, когда в плен пойдёт человек. Война ещё, может быть, выигрыш будет, а в плен пошёл это полный разгром и навсегда. Вот где беда придёт. И когда люди не вразумляются малым, посылают больше. И надо к войне относиться, ну как болезнь, мор, чума пришла какая-то. Молиться-то надо, ну и маленько думать, чего я прошу. Кабы не вот эта война, так вообще бы никого не было. Он бы сожрал всё, сатана. Сожрал. Вот эти демониации-то и являются везде. Демониации. На этой почве. Ну надо же это вспомнить. Давид-то боялся больше всего войны. Да не впадуя в руки человеческие, и всё-таки попросил болезни. И Господь явил свою милость. Ну он увидел выборы, я так понимаю, этот, или ещё почему-то. Потому что, ну, он-то понимал, что такое война, Давид. Он-то под молотилки, и, говорится, негашённый, засыпал людей. И он понял, что ждёт его воинов, и его самого. По-моему, главное у Давида было срок. Три года, три месяца и три дня. И он не выбирал ничего. Он только понял, три дня переморщимся. А три месяца, или три года бегать от кого-то, ну, понимаете, годы. Три дня, ну, три дня, ну, переможем мы. Ну, мы сильные, Ванюшка. Но он не знал, что будет. Решла они просто о болезни. А стоял ангел с мечом. И когда увидел его на губне, вот там он поражает. Тут он остановился тогда. Что же они погибают? Я согрешил, а они ничего не знают. И вдруг падают все. И жизнь скажет, ангел махнул рукой. Ну, что остановилось? Сердце, испугался. Попал под молотилку. Что угодно можно сказать. Но главное, что трупами наполнилось. И сколько там тысяч-то погибло. Он испугался ужасно. Три дня. Он только по срокам определял. Это у нас так же говорят. Ну, ты давай, ну, маленько потерпи. Сделаем операцию. Сделаем. Ну, дальше тебе лучше будет-то. Чем все время горбатиться-то. От болезней гнуть. Если бы сегодня это предлагали, конечно, ну, избрать то, что Богу уводит. Но короче. Почему? Потому что ради избранных не продлиться, а дни сократятся. Но ради избранных. То есть это самая большая милость Божья. Время наказания дни сократятся. Ради избранных притом. Я подтверждаю местами писания, почему Давид это избрал. А продолжительной болезнью пренебрегает и врач. Все лекарства испробовали. Еще больше нет. Зажился старик. Давай сразу. Сережа, то есть давай можно отлиниваться писанием. Двадцать первый стих. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Толкованием. Разумеем про зелитов. Или тех из иудеев, которые уверовали, но еще держали с закона. Было это тогда, когда он остриг голову. Деяние 18.18. Когда принес жертву по обряду очищения. Деяние 21.26. Делал же это с особенной целью и для видимости, чтобы исправить тех, которые делали это по убеждению. Под беззаконными, разумеет, или тех, которые не имели закона Моисеева, которые обратились из язычников, как он был Корнилий. Деяние 10. И посещая которых, Павел снисходил к их слабости. Или и греков, которым тоже применялся, например, когда держал речь перед афинянами. То начал ее с жертвенника, бывшего у них, и учил о Христе, не как о Боге, но как о человеке. Деяние 17.18. Ибо ничего такого они не могли понять, но и его подшли за одного из богов своих, каковы у них были. Двоеточие. Геркулет, Эскулав. Везде прибавлено слово как? Дабы ты знал, что Павел только казался, а на самом деле не был таким. Дабы не подумали, что Павел в беседах с чуждыми закона переменял свой образ мыслей, говорит, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу. То есть, имея закон, высший древнего закона, закон Христов. И для чего же? Для того, чтобы приобрести чуждых закона. Ну, каждый, говорите, пережили это, этот стих, стал ли для тебя родным стихом удивления, воодушевления, оправдания? Если человек для всех, всем, он обязательно будет гоним от своих, в первую очередь. Да какой же ты православный, да ты молился с баптистами, и то, другого. А что из баптистов пришли, самое неоценимое, познали истину, это никого уже не касается. И он среди них, они через это перепрыгивают. Но Бог-то будет судить не по вашим словам. И надо перенести это все с благодарением. Каждый раз поем, говорит, как это, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков. Однако, это еще не просто. Очень не просто. Я сейчас на интернете нахожу, на Андрея Кураева, что написано, я говорю, так на меня меньше, мне кажется. Там все, и он к общицу, к секте хлысток, тофтам принадлежит. Ну, всякую мерзость, все слова, где он говорил. Он говорит, ну, жениться, матушки нет. Ну, пойди на танцплощадку, найди девицу. От миссионера ее, да не могу. И проще. Это он зовет, блудите ее. С чего вы это взяли? Где вы это слово нашли? Блудные окружили его, как псы. Медведя травят. Вот когда Григория Распутина пленка показывает, там медведь, а со всех встал на нее. За него тоже будут отвечать. Слово твое превыше всякого имени. Услышал это? Подойди к иеговистам. Вот это место держи. У меня сегодня, мне близкий человек, близкий, близкий такой, в интернете, просят, он с таким-то побеседует. Он мне уже предлагал, этот человек. А я отказался. Я говорю, там бесполезно. Там не за что взяться. У меня нет никакого желания бросать. Ну, ради меня, ну, ради тебя, тут уж я могу. И сегодня назначен на семь. Так что Володя должен в полседьмого быть дома. Будет съемка. Потом увидите. Этот человек недавно обмирал. А теперь его подхватили там баптисты, православные, что он видел. А он что видел, он сам не знает, что видел. И видел демонов. И дальше, где потом он видит, он совершенно как сумасшедший. А на него такой спрос там миллионный приходит. И особенно баптист, а он баптистом потянулся. А я прослушал, что он о себе говорит. Вот я говорю правду. Вот если не правду, пусть Бог меня убьет, пусть всякие кары, какие есть там на меня, придут. То есть заклинает. Когда вот так вот заклинает, это означает, ценность жизни потеряна, раз он так себя клянет. Теперь, он не контролирует свои слова, иначе бы он это побоялся сказать. Как накажут? Наоборот, Господи, если я где-то грешил, не наказывай меня. Я человек немышленный, мне показалось так. А это пусть всеми казнью, пусть на кусочки меня разнесет. И во время, когда он говорит о том, что было, три раза возвращается к этим карам, которые призывают на себя. И все ссылается на свою Маринку. Маринка, она у него Маринка. Вот эта Маринка-то и довела. Он не видит даже этого. Я прослушал, там ничего нету от Бога. Это полное беснование, одержимость бесовская и заблуждение дьявольское. Но мне предлагают с ним побеседовать. Я отказался. А о чем я буду с ним беседовать-то? Ну, получилось так, что он косвенно коснулся разговаривать о благовестии, с кем я до этого разговаривал. Ну, я ладно говорю. Ради уважения к особенно уважаемому мною человеку. Сегодня в семь часов буду говорить. Потом вы увидите. Я уже думаю, как сказать ему, как подойти. Там боязно подходить. И Господь что-то положит на сердце. Мне главное, какое место Писания открыть. Вот мне что. А что сказать-то я могу сказать. Еще, как говорится, порох в пороховнисах есть. Но это не надо. Вот он беседует с кем-то. Он говорит, я знаю, батюшки не учат народ там, а православные как не учат? Есть, которые учат. Он дальше говорит, я знаю, которые православные пьют. А этот ответ. Я знаю, что не все пьют. То есть они пикируются, а беседуют миссионеры, так и беседуют. Миссионер берет определенный стих Писания, который разрушает твердыни дьявольские. Тот начинает переводить, ты конкретно по стиху говори. Вот он в одном месте так и говорит, что крещение это только обряд, и там ничего особенного нет. Это то другое. Ничего особенного нет. Вот еретик-то говорит-то. Ты только возьми Деяние апостола 22 глава 16 ТС. Приходит епископ Анания в Дамасске и говорит, что ты медлишь? Встань, брат Саул, крестись и омой грехи твои. Называет братом. Значит, он уже... Теперь, что ты медлишь? То есть ты умрешь во грехах? И крестись и омой. А крестись и омой. В крещении вода тут омой. Где омываются грехи? Как это так? Это таинство. А таинство называется то, где таинственно совершается незримое для нас. Таинство Ехаристии, таинство крещения. Больше таинства нигде нет. А то, что браке заключается на небе, Писание не подтверждает это нигде. Там бухгалтерии на небе не хватило бы. Сколько разводов будет. А вот это два таинства. Берет хлеб и таинственно в кровь превращается, которая ничем не отличается от той крови. Но она, если исследовать биологически, вино, обыкновенное вино, это ради нашей немощи. Это объяснено. На чем Лев Толстой смеялся. И этот человек этого не знает. Но как ему это сказать? Я даже показываю. Баптисты крестят, они поверят. А что, ребенок понимает? Теоретически ты прав. Он не понимает. Но это завет с Богом. Да какой ребенок может завет? А вот тут тебя и поймали. Бытие 17 глава. Бог говорит, Аврааму да будет обрезан мужеского пола восьмидневный. И кто не будет обрезан, истребится душа. Ты понимаешь, что под этим? Ребенка надо зарезать было, убить, если он не обрезанный. Значит, что, отрезать голову или обрезать крайнюю плоть? Что лучше было? А теперь, это были образы для нас. И образ заключался в крещении. Это было про образ. Там только мальчиков, а теперь мальчики и девочки. А где это известно? Колоссянам. Павел говорит. Итак, что, показывает, какой образ крещения. Быв обрезанный в нем обрезанием Христовым, соврещением греховного тела, погреблись с ним в крещении. Он поясняет в одном стихе. Вот это надо. А он, никуда не выпуская его, он скажет, это одно, надо два свидетельства. Два, пожалуйста. Диане апостолу 2.38. Что нам делать, мужи, братья? Он говорит, покайтесь, запитая. Но не сказал, покаяние, крещение, грехи прощены будут. И докрестится каждый из вас во имя Существа и Христа для прощения. Для чего? Для прощения грехов. Сходится с тем? Сходится. Ну а дальше получите дар Святого Духа. Хотя дар Святого Духа иногда меняется с крещением. Кто может запрестить крестить, а когда приняли уже не такого Духа? Это в самом начале для принятия язычников. Ему это не говорит тот, кто считается миссионером. И поэтому они на одном месте топчатся, бегают друг вокруг. В догоняшки я называю играть. Миссионер это человек, который выполняет миссию, порученную Богом. Пронести слово, миссия миссионерта. И в этом слове показать Христа. Показать истину. Этого нет, ничего нету. А я могу, я знаю, я могу так как бы врезать. Про это нету что врезать. Где-то написано отрезать. Такого слова нет врезать. А я могу, знаешь, давай поспорить. Я сейчас зайду в вагон, давай на полулитра. Я зайду и буду проповедовать. Вот такое. Ну, может быть и так. И все как-то вальяжно, говорят, развалившись. Я вот упираюсь о стол, скамейкой, чтобы лежа о вещах таких говорить или смеяться, как Алексей Синяев. О мусульманах говорит и смеется, хохочет. Но ты их видал и мусульманам-то в глаза. Да с мусульманами разве можно так разговаривать? С мусульманами ты должен говорить так, как будто бы нож поставлен в горло. Со слезами. Огненный дух должен охватить и его. А то говорит и зал хохочет, говорит и хохочет. Вот. Я чтобы показать, что не боюсь, я хлебнул лишнего. Морда у меня красная и ощущение. Сразу подошел, сказал, настоящий пупузатый и красномордый. Это не поддельно. Отпустите его. Он хохочет и все. Не знаю такого благовестия. Я был не в двух, в шести республиках. Два раза в Чечне был. Я могу смело говорить. Смеяться не приходилось. Я и фотографировался, и съемки вели. Но мы делали это все в молитве. Просили разрешения помолиться у них в моленной комнате. Намаз, где совершают. И мы там записали ролик. В молитвенной комнате. Мы разулись туда. Ничем не нарушили их порядок. Я в мечеть пошел, разулся, а носки-то у меня какие. Я тогда босиком. А босиком можно. И как я посмотрел, как они по стенам во время моления сидят. Ну, выхобиты. Одеты, усов. Нету у многих молодежи там. Поткнулись. Прямо глядят на меня так. А я тремя поклонами в землю посреди мечети у них накланиваюсь. А самирочка моя там внизу где-то. И вдруг они меня окружают. Такие добродушные, такие добрые. Они увидели в этих поклонах что-то. Они очень любят, когда молятся. Я Андрею Кураеву благодарен за то, что он позволил мне два слова соединить вместе. Они религиозно талантливые. И это я от него подхватил. Это его словосочетание. Они все время думают, как улучшить молитву. Что для этого нужно? У нас когда новый храм строят? Никто не знает. Мусульманин знает. Когда собрались все и десять человек остались на улице. Толкали, не могли зайти десять. Все, он объявляет. Строим вторую мечеть. Десять человек. Они религиозно талантливые. Они знают, как молиться, как коврик постелить, какое время. Мы едем, половину Урала проехали нам ночевать. Рядом остановилась тоже газелька. И выходит пацан, ну лет восемнадцать, не больше. Но мы не знаем кто. Походил вокруг, глядим, вытаскивает матрасик маленький там. Стал на него и молиться. А нам куда ребята на молитву, мы скорее на молитву. И мы друг около друга уже. Нас уже четверо будет, не трое. Где мусульмане, нас никто не тронет. Мы убедились. Где особенно они молятся на дорогах, и мы рядом становились молиться, никто не насмеется. У меня на мусульманина в таком случае больше надежды, чем на иного человека. Я говорю то, что есть. Я не мусульманин. Но самое ценное мусульманство, это намаз. Пятикратная молитва. Это самое ценное. Что только есть. У русских ничего, как Дмитрий Смирнов говорит, ну где вы, вот они собрались полтора миллиона. У нас сто мужиков в одном храме. Найдите, которые друг друга знают, которые сейчас пойдут. Ни одного, одни бабы. Бабы. И стоит бабы в московском храме. Одни бабы. Аминь. Так не выли вы до этого, довели ты их. Мы вот сидим, какая у нас община. Ты то посчитай. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже девять. Так остается-то кто? Какая-то община, только название одно. Ну уже девять мужиков. Их не соберешь нигде. Не говоря на то, чтобы пойти умирать. Значит, есть порох в пороховницах у мужиков? Да, конечно. Так, я думаю, помолиться надо, чтобы сейчас могли уйти. Коротко молимся, быстро уходим. Боже, слава тебе. Кроме тебя нет иного Бога. Слава тебе, единосущная Троица, Бога Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И си три суть едина. Святая, нераздельная, единосущная Троица. Господи, слава тебе за воскресный день. Благослови брата Якима, где он есть в пути. Епископов Тихий, Илариона, власти. Навидеть страх Твою на них, чтобы они знали, что над ними есть Ты, Царь Царствующий, и Господь Господствующий. Благослови патриарха, епископат, священство. Если угодно воле Твоей, проложи наш этот путь. Пошли добрых насельников в селение наше. Укажи, где нам остановиться. И сердце Николая и Виктора да будет к тому расположено. Слава тебе, Господи, за ласку друзей, за ненависть врагов, за здоровье, за болезни. За все Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христа. Спасибо, Христа. Спасибо, Христа. Спокойно.